Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня с вами будем обсуждать топ-3 ветки средних танков в игре Блиц, которые я бы рекомендовал новичкам для прокачки. Для начала, перед тем как начну озвучивать свое субъективное мнение, мне хотелось бы сразу обозначить несколько пунктов. Первый. Ребят, мое субъективное мнение это не 100 долларов и не миллион голды в этой игре, чтобы нравиться прям каждому. Если вы не согласны с моим мнением, если вам есть что возразить, пожалуйста, напишите в комментариях и обязательно обоснуйте свое мнение, почему вы со мной не согласны и напишите свое альтернативное мнение. Но это я обращаюсь к тем, которые любят заходить на видосы, ну и просто писать, что мнение фуфло и в принципе на этом тема заканчивается. Было бы неплохо услышать все-таки, почему вы таким его считаете. Но в конце концов, ребят, каждый из вас имеет право высказывать свое собственное субъективное мнение, поэтому милости просим в комментарии, пишите. Ну и, как говорится, нас рассудит история. Теперь же я обращаюсь к тем ребятам, которые только начали играть в танки и не могут определиться, какие ветки в первую очередь начать себе качать, в частности, задумываются по поводу СТ-шек. Первое, что хотелось бы сказать, что СТ-шки это действительно довольно неплохой вариант для новичков по одной простой причине, потому что легкие танки слишком мягкие и менее живучие. Тяжелые танки менее поворотливые и более унылые, как правило, в бою. ПТ-шки требуют сноровки ввиду своей либо очень хорошей бронированности, но при этом прям тугой подвижности, либо наоборот средней нормальной подвижности, но картонного корпуса. И, соответственно, игра превращается в практически постоянное стоялово где-нибудь в кустах. Поэтому СТ-шка это и есть вот та золотая середина, которая учит нас играть в танки. Что же касается того, каким образом я для себя выбрал топ-3 ветки СТ-шек, которые рекомендовал бы новичкам. Я основывался на нескольких пунктах. Первое. Однозначно получение удовлетворения от игры, потому что если для вас прокачивание ветки превращается в сущий кошмар и ужас, ну вот, допустим, как возьмем веточку вот эту вот, да, ПТ-шек. Вот это вот сущий кошмар и ужас, вне зависимости от того, каким путем вы пойдете к Т110Е3. Ну, кто играл, тот поймет. Кто не понимает, о чем я, милости просим ко мне на канал. Посмотрите, как катается Т95, допустим, на обзоре. Ну и вы, соответственно, все поймете. Поэтому заходите, смотрите, кому интересно. Что касается комфорта. Что есть комфорт? Комфорт это когда вам машинка прощает ваши неумения какие-то определенные. Когда она доставляет вам удовольствие от передвижения, от стрельбы, своей точностью, своей скорострельностью, своей альфой, либо своим ДПМом, не имеет значения чем. Главное, чтобы вы получали удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Поэтому если вы возьмете себе изначально ветку СТ-шек, которые будут приносить вам только дискомфорт в игре, ну, соответственно, у вас сразу появится оскомок СТ-шкам. А поверьте, СТ-шки, ну, машинки довольно-таки неплохие, довольно веселые. Это то, что первое хотелось бы сказать. Второе. В любом случае СТ-шка должна вас привести к какой-нибудь десятке. Ну, допустим, там, не знаю, Леопард или Е50М. Или, там, в британцах, допустим, там, та же самая FV4202. Короче говоря, ветка должна быть приятная. И финиш, итог того, к чему вы шли, он тоже должен вас удовлетворять тем, что может предоставить вам по гейму на 10 уровне. Итак, ребятки, поделюсь своим субъективным мнением топ-3 по поводу СТ-шек, коль мы разобрались с критериями отбора. На третье место я для себя поместил вот эту вот СТ-шечку, Леопард-1 и, соответственно, ветку к нему. Я бы рекомендовал идти по нижней веточке через ВК-2801 и, соответственно, РУ-251 перекидывает вас уже на Леопарда ПТА. Почему так? Почему третье место? Объясню потом, почему Леопард, почему не Е50М. Дело в том, что вот эта ветка, это стандартизированные СТ-шки, которые вам будут показывать просто эволюцию СТ-Германии. И не более того, каждая из них становится все лучше и лучше и лучше, и в итоге вы приходите к 10 уровню. Довольно, кстати, неплохая СТ-шка. Но мы-то с вами обсуждаем не десятку. Мы с вами обсуждаем сочетание всей ветки и десятки в целом. Что вам дает прохождение этой ветки? Вы учитесь играть на плюс-минус подвижных машинках. Вы учитесь играть на машинке и получаете удовольствие, допустим, от Леопарда, у которого идет орудие барабанное. И поверьте, оно довольно-таки прикольное и кайфовое. Зайдите ко мне на канал, посмотрите обзорчик на Леопарда, вы поймете, о чем я говорю. Да, играется он на сегодня уже не совсем так, как изначально в этой игре было, но все равно довольно-таки много удовольствия он вам будет приносить. Дальше вы получаете ВК-2801, которая на удивление обладает уже обычной цикличной пушечкой. После нее перекидываетесь на так называемого шпица, который имеет и цикличное орудие, и альтернативное цикличное орудие, и имеет барабанчик. Да, всего на два снаряда, ребят, но это прикольное орудие, и вы действительно получаете удовольствие. После этого получаете РУ-251, которая имеет просто, ну, обалденное, обалденное по точности орудие. Мне оно очень сильно нравится именно этим. И, я бы сказал, офигенскую просто-таки подвижность. По-другому я это назвать не могу, потому что, смотрите, мощность двигателя, вы имеете 773 лошадиных силы. Это просто-таки, ну, балдеж. Средняя скорость 45 километров, а максималка 80. Ну, короче, вы носитесь просто как фурия по карте. Дальше вы пересаживаетесь на менее, все-таки, подвижную машинку, на Леопарда ПТА. Что он собой представляет? Это СТ-шка, которая готовит вас к 10 уровню. Вот, играя на Леопарде, вы будете ощущать недостаток в чем-то, да, там, недостаток в орудии, недостаток в подвижности. И вот все это компенсируется на 10 уровне. Это вот венец этой ветки, который действительно предоставляет вам довольно-таки кайфовое орудие с довольно хорошим временем перезарядки, обалденным ДПМом, если вы сможете его реализовать, хорошим разбросом в 0.3, будем его называть так, и временем сведения в 3.2, что очень комфортно для данной машинки. И, ребят, на 10 уровне данный средний танчик накидывает по 360 альфы и имеет вниз минус 9. Короче говоря, машинка, позволяющая вам, как новичку, довольно неплохо отрыгрывать в рандоме. Коль мы с третьим местором разобрались, давайте перейдем ко второму месту. На второе место я отнес ТВП Т-5051. И здесь сочетание немножечко другое. Почему немножечко другое? Потому что вот эти вот машинки, они не будут вам доставлять прям мега много удовольствия, но прям скрипя зубами, проходить вы через них не будете. Есть цикличное орудие, есть барабанщик на 3 снаряда, что в принципе неплохо на долгое время сведения. Потом перебрасываетесь на Т-34-100, что, честно говоря, я не считаю хорошей машиной в этой игре, ее просто надо пройти. Потом вы попадаете на ТВП ВТУ, которая в принципе, в принципе, если вы научились играть на Т-34-100, довольно-таки тоже, ну, нормально отыгрывается. Потом переходите на Шкоду Т-50, которая имеет довольно неплохой барабан в 3 снаряда и отбросы по 310 на 9 уровне. Да, есть гуляющее время сведения, но в целом машинка, ну, терпимо и играбельно, и играть на ней можно. Но зато в итоге вы получаете, и для новичка этот танчик тоже-таки будет прикольный, уникальную машину. Уникальную машину, потому что она имеет барабан цикличный, но на 4 снаряда с обалденной Альфой в 310, что в сумме вам дает ДПМов 2670, который проще даже реализовать, чем на Леопарде, про которого я говорил. Таким образом, на второе место, да, я поместил машинку и ветку к ней, да, вот поместил веточку, которая, ну, не прям имбовая, не супер заходит, не обалденная там ветка и не прям совсем легкая. Но то, к чему вы идете, оно действительно стоит того, чтобы к нему идти. Поэтому я бы сказал, что это все-таки второе место, а не третье, несмотря на то, что ветка Леопарда более приятная в игре. Почему? Потому что сама десятка, которую вы получаете, гораздо приятнее, по крайней мере, по моему субъективному мнению, чем Леопард 1. Хотя Леопардика я не перестану хвалить, машинка очень добротная, очень приятная. Итак, ребят, кого я поместил на первое место? На первое место я решил повестить не кого-то из американцев. И из немцев тоже нет, потому что, как я уже сказал, что у немцев, ну, это вот просто стандартизированные СТ-шки, которые, ну, не дают какого-то, да, там прям ощущения. И на первое место я повестил машинки из дерева с Борной Европы по одной простой причине, потому что именно эта ветка, по моему скромному мнению, является самой классной для новичка. Почему так? Потому что данная ветка учит вас играть на разных орудиях и с абсолютно разным подходом к танкам, несмотря на то, что вся ветка это СТ-шки. Смотрите, первый танчик, который вы будете проходить, это П-43БИС, которая довольно приятная, она не составляет прям уныния, она учит вас играть на СТ-шках, она учит вас танковать, она учит вас перемещаться. Если вы откроете себе топовый двигатель, вы получаете довольно неплохие показатели. И по мощности двигателя на своем уровне в 520 лошадиных сил на шестерке, согласитесь, довольно неплохо. Вы получаете довольно неплохую скорость вперед в 50 километров и средняк тоже довольно неплохой в 31. Неплохо откатываетесь назад, что позволяет прятаться за укрытиями. Вы получаете довольно неплохую пушечку, цикличную, топовую, на которой вы будете закидывать, ребят, на шестом уровне по 225 единиц. Да, время сведения, конечно, простите, время перезарядки, немножечко, конечно, подгуливает, как для СТ-шки, но при такой эльфе на шестом уровне это нормально. Время сведения, да, безусловно, не божественное, но в принципе пройти вам будет нормально. То есть эта машинка научит вас, что такое СТ уже не на нижних уровнях. Дальше вы получаете П-43ТР. Машинка, в принципе, очень похожа на предыдущую машину, отыгрывается приблизительно так же, но уже уровнем повыше и вы начинаете потихоньку учиться играть с семерками и восьмерками. С восьмерками, безусловно, тяжеловато будет сопротивляться вам, потому что все-таки бронепробитие в 160 единиц на топовом орудии это не мега. Против восьмерок очень тяжело играть, я имею в виду против тяжей, допустим, да, или против бронированных СТ-шек. Но зато здесь уже будет повеселее время перезарядки, ну, поинтереснее, скажем так, время сведения и разброс непосредственно по ощущениям в игре. Не смотрите на цифры, всегда заценивайте в боях, это моя рекомендация всем новичкам. Дальше вы попадаете на восьмой уровень, на котором у вас уже будет барабан. Да, это будет барабан, ну, цикличный, да, он не будет там с... Простите, господи, цикличный, не цикличный барабан, он не будет у вас уже требовать перезаряжаться полностью всем барабаном. Вы можете получать уже дозарядку, и согласитесь, это очень прикольно, потому что после первого шота вам нет необходимости опустоштать барабан и заново перезаряжать его. Вы просто дозаряжаете снаряд, который вы выпустили, или два снаряда, которые вы отправили в противников. И это учит вас играть на системе дозарядки. Да, безусловно, это не прога 46-я премиумный танк, но машинка очень прикольная, очень играбельная, и вот на ней вы научитесь играть на пушках уже не просто цикличных и не на просто барабанах, а на барабанах с системой дозарядки. Дальше вы попадаете на стандарт B, который вас готовит к десятке, потому что он имеет сначала у себя в арсенале цикличный барабан, и вы на циклах уже научились играть на других машинках. Ну и, соответственно, играете на цикличном, пока не открываете себе топовое орудие, которое идет уже с системой дозарядки, довольно неплохая скорость перезарядки. Ну, короче говоря, пушечка учит вас к тому, точнее, готовит вас и учит вас использовать ее, и готовит к тому, чтобы вы попали на десятый уровень, где вы получаете просто обалденную машину, которая имеет шикарные показатели по подвижности. Для своего уровня, для своего веса, для своей рандомной и нерандомной брони 58 вперед, 23 назад, средняк 37, просто обалденная маневренность для машины, она довольно неплохо поворачивается, на ней можно разворачиваться и убегать. Короче говоря, ребят, для новичка по подвижности самое то. И пушка, которая просто-таки обалденная, 3 снаряда с системой дозарядки, через 3 секунды выстрел следующий и суммарный ДПМ в 2500 урона. Обалденное время сведения и разброс на 100 метров, которые просто поразят вас своим качеством. Средний урон 350 единиц, если вы умеете считать, если не умеете считать, возьмите калькулятор и вы поймете, что вы накидываете косарь в среднем буквально за 6 секунд. Согласитесь, это довольно неплохо. Каждые, грубо говоря, за 6 секунд выбросить из себя косарек урона. И эта пушка позволяет добирать недобитков, что тоже очень полезно для новичков в игре. Короче говоря, ребят, именно поэтому ветку Progetto 65 я и решил поставить на законное, по моему субъективному мнению, 3 место в топ-3 танчиков среднего уровня. Я рекомендую вам их не потому, что я их люблю, а потому, что я считаю, что именно эти ветки позволят вам, первое, научиться играть на средних танках. Второе, научиться пользоваться орудиями разных типов, как я уже сказал, это система цикличная, это цикличный барабан и это барабан с системой дозарядки. Короче говоря, ребят, прислушиваться или не прислушиваться к моему мнению, безусловно, дело ваше. Мое дело вам порекомендовать. Если вам есть что возразить, пожалуйста, пишите в комментариях, обязательно обсудим. Но только, пожалуйста, очень прошу вас, чтобы ваше было мнение чем-то обоснованным. Ну, хотя бы личным примером, но и своими обоснованиями, почему именно так. На данный момент у меня все, я очень надеюсь, что буду вам полезен. Я прошу каждого из вас, кто смотрит видео без подписки, подписаться, потому что статистика моя говорит о том, что более 75% смотрят мои видео без подписки. Я же буду пытаться радовать вас толковыми, честными, но и абсолютно никем не проплаченными видео. И буду показывать машины руками исключительно среднестатистического танкиста без каких-либо прикрас. Всех благ, всего хорошего вам, фантись от танков, мира вам и спокойствия.